Русские новости 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 гораздо скромнее, чем наши амбиции, сказал министр. То есть не ждите, не ожидайте. Россия не супердержава и никогда при действующем режиме уж точно не будет ею. Поэтому для нас, для русских людей, актуальна смена этого режима. И тогда Россия вернется на свой исторически предопределенный путь развития. А сейчас этот режим действует именно таким образом, чтобы Россия никогда не была не только супердержавой, а вообще независимым суверенным государством. Награды олигархам. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами. В этот список попали 4 российских миллиардера. Так, Орден Дружбы Народов удостоен председателю Совета Директоров Евраз, долларовый мультимиллионер Александр Абрамов. Обладателем этой же награды стал коллекционер русского авангарда, председатель Совета Директоров Альфа-Банка Петр Авен. Гендиректор Северстали Алексей Мордашов, состояние которого оценивается в 13 миллиардов долларов, получил Орден Александра Невского Кощунства. Кроме того, глава группы Таиф Рустем Сультеев награжден медалью Ордена за «Ослуги перед Отечеством 2-й степени». Для справки, объем частных состояний России в 2013-2014 годах вырос на 24% до 2 триллионов. Так говорится в обзоре Boston Consulting Group. Почти четверть суммы находилась в офшорах. За прошлый год доля выросла примерно в полтора раза по сравнению со средним уровнем 2009-2013. К 2019 году эта доля мало изменится, пишут аналитики. В целом, объем российского частного капитала будет увеличиваться со среднегодовым темпом 11% и достигнет отметки 3,5 триллиона к 2019 году. 3,5 триллиона долларов, разумеется. Быстрее всего в 2013-2014 годах в России росли состояния в размере от 20 до 100 миллионов долларов. Этот сегмент в прошлом году удвоился в течение пяти лет. Этот сегмент будет расти с темпом 20,4% в год. К 2019 году он составит уже 14% всех частных состояний против текущих 9%. Мы видим, как вот эта группировка, фактически это путинский слой миллионеров-миллиардеров, быстрыми темпами обогащается и в основном хранится свои средства за рубежом, в офшорных зонах. Росстат при этом сообщил, что неимущих бедных россиян по итогам первого квартала 2015 года 22,9 миллиона человек, почти 16% от общей численности населения. Год назад, если сравнивать показатели год к году, аналогичный показатель был на уровне 19,8 миллиона человек, 13,8%. Рост количества бедных в России за отчетный период на 3,1 миллиона человек. Малоимущими в нашей стране считаются те, кто имеет доход ниже величины прожиточного минимума 9,662 рубля в месяц в расчете на одного человека, около 10 тысяч. То есть около 10 тысяч, если вы получаете столько или меньше, значит вы находитесь в состоянии нищеты. И таких у нас почти 23 миллиона человек. Ну а тем временем, видите, с темпом 12% в год растут состояния самых богатых людей, которые преимущественно хранят свои средства за рубежом. Выдвиженцы путинистов. Праймерис Воронежского реготделения Единой России накануне выборов Воронежскую областную и городскую думу 2015 года завершился громким скандалом, который может вернуться оргвыводами как минимум в отношении лидера, вице-спикера облдумы Владимира Нетесова. Во-первых, по сообщению местных СМИ в Воронеже работает комиссия из Кремля по поводу имевших место фальсификации. Во-вторых, из материалов, рассылаемых по СМИ анонимами стало известно, что Алексей Климов, один из победителей праймерис Единой России в Гордуму, контролирует в регионе так называемые экспорт-услуги. Перед веками праймерис Единой России, как ни странно казались, бывшие активисты партии Родина. Что им Родина, что у Родина, все едино. Сами уроды, в этом вся причина. Почему-то не жалко. В Санкт-Петербурге неизвестный сожгли агитационный автомобиль, принадлежавший прокремлевскому народно-освободительному движению НОД. При этом на кабине красной краской оставили надпись «Везу, извините, говно». НОДовская машина в ночь на 16 июня была сожжена полностью со всеми флагами и плакатами. Написали представители движения. Почему-то никакого сочувствия этим людям где-либо обнаружить не удалось. Красный сатанизм. Москва Рызбергом разрешил КПРФ проведение референдума о восстановлении памятника Феликсу Дзержинскому на Лабянской площади столицы. Памятник Дзержинскому был установлен на Лабянской площади, которая тогда носила его имя в 1958 году. 22 августа 1991 года монумент был свергнут с постамента. В настоящее время он находится на территории в Парк искусств Музеон. Напомним, что у Дзержинского мать-полька, отец еврей. Домашний учитель Энтмунд Иосифович, взявшийся обучать точным наукам дочери профессора Янушевского поляка, соблазнил 14-летнюю Елену. От этого брака и появился на свет железный Феликс. Из документов следует, что он дважды отсидел в первом классе, а восьмой не окончил, получив на руки свидетельство сообщающее. Дзержинский Феликс, имеющий от рода 18 лет вероисповеденное католического, при удовлетворительном внимании и удовлетворительном же прилежании, показал следующие успехи в науках, а именно, закон Божий хорошо, логика, латинский язык, алговор, геометрия, математическая география, физика и история французский удовлетворительна, а русский и греческий языки неудовлетворительны. Дзержинский признавался, еще мальчиком я мечтал о шапке-невидимке и уничтожении всех москалей. Так что, может быть, памятник Дзержинскому лучше передать куда-нибудь туда, в Киев, чтобы там насладились вот этим русофобом и его памятью о нем. С молодым Дзержинский занимался убийствами русских на почве этой ненависти и марксистского бреда, который он усвоил с ранних лет. Убийца и бандит жил на широкую ногу, ездил по Европе, останавливался в лучших отелях, гостил на курортах. Видимо, было кому финансировать этого негодяя. Во время русско-японской войны он организовал в Польше бунты рабочих и диверсии. После февральского переворота вышел из тюрьмы еле живым, сокамерники уличили его стукачестве и сильно избили. Он активно выступал против того, чтобы предать деятельности партии большевиков по возможности легальной, а социалистическому перевороту по возможности мирный и менее болезненный характер. Был инициатором массового террора, института заложников. Главной функцией ВЧК считал борьбу с контрреволюцией путем осуществления непосредственно репрессии. Позражал против ограничения полномочий ЧК, а на критику злоупотребления ЧК заявлял, что там, где пролетариат применил массовый террор, там мы не встречаем предательства, и что право расстрела для ЧК чрезвычайно важно, даже если меч ее при этом попадает случайно на головы невиновных. Дзержинский еще больше фанатик, писал народный комиссар Леонид Красин, и в сущности хитрое бестие, запугивающее Ленина контрреволюцией и тем, что она сметет всех и его в первую очередь. А Ленин, в этом я окончательно убедился, самый настоящий трус, дорожащий за свою шкуру, и Дзержинский играет на этой струнке. И вот памятник этому выродку, этому русофобу, этому террористу и садисту, коммунисты Москвы хотят восстановить. Я надеюсь, что у москвичей хватит рассудка не позволить этого. Если они и проведут референдум, то там мы должны показать. К чертям собачьим этого Дзержинского. Борьба с коррупцией. Путин внес в Думу очередные поправки законодательства, которое призвано предотвращать коррупцию содержания этой инициативы, неизвестно, видимо, малосущественно. Одновременно стало известно, что дочь министра, недавно назначенного министра сельского хозяйства Ткачева, оказался одним из крупнейших землевладельцев в Российской Федерации, занимая пятое место среди обладателей латифундий. Сам Ткачев тоже крупнейший землевладелец, может быть, самый крупный в Европе. Вот такие люди окружают голову на недействующего русофобского режима. Торговля родиной. Правительство Забайкальского края в начале июня сообщило о решении подписать протокол о намерениях с китайской компанией Хуая Синбан, которая предполагает сдачу в аренду более 300 тысяч гектар сельхозугодий по ставке в 250 рублей за гектар сроком на 49 лет. Этот партнер олигархи Российской Федерации для русских вовсе не друг и не союзник. Представители военных ведомств Китая и США заключили недавно соглашение о сотрудничестве в военной сфере. Церемония подписания документа состоялась в конце прошлой недели в Вашингтоне. Соглашение, подписанное генерал-майором Уильямом Хиггсом и представителем КНР генералом Таннинем, является первым документом о военном сотрудничестве Мешардову, Вашингтоном и Пекином за последние годы. И по мнению ряда экспертов, оно олицетворяет собой важный шаг вперед в отношениях между двумя странами. Кроме того, стало известно, что в следующем году армии Соединенных Штатов Китая могут провести совместные сухопутные мучения. Против кого дружат они? Разумеется, против нас. Чем кормится страна? Один из комментаторов в сети пишет, В Российской Федерации 225 миллионов гектар угодий, полей, лугов. Из них 150 миллионов гектар пахоты, из которых 48 миллионов гектар пахоты уже заросли лесом. Это почти в два раза больше, чем подняли на целине 24 миллиона гектар. С 1990 года производство тракторов у нас упало с 220 тысяч в год до 2 тысяч в год. Грузовиков, комбайнов и другой сельхозтехники в пять раз. Большая часть элеваторов пришла в негодность, поэтому непонятно, где вертикаль власти хранит рекордные урожаи при уменьшении пахтных земель и вносимых почвоудобрений. Резкое увеличение сбора зерна с 50 миллионов тонн до 70-100 миллионов тонн следует рассматривать как неподдающиеся контролю приписки после введения дотации. Дотации разворовали, надо чем-то отчитаться, поэтому приписки. Врут, врут везде, врут самим себе, врут народу. На хлеб и макароны и другие изделия в РСФСР уходило до 7 миллионов тонн зерна. Остальное из 100-115 миллионов тонн шло на корм птицы и скота. В РСФСР было 28 республиканских элеваторов, рассчитанных на хранение 120 миллионов тонн зерна. Недостающее кормовое зерно закупали за границей. Экспорт зерна в настоящее время обусловлен падением внутреннего спроса из-за многоразового уменьшения поголовья скота и птицы. Вот откуда у нас избыток зерна, который приходится продавать за рубеж. Таким образом, Россия стоит перед лицом к продовольственной катастрофе. Вместо развития сельского хозяйства, кремляне просто отдают землю китайцам. Петрозаводский беспредел. Петрозаводские местные полицай провели акцию устрашения против активистов русских пробежек. Кстати, это делается и во всех регионах. То есть тотально дан приказ русские пробежки везде пресекать. Из сообщения пострадавшего. Мы сидели в Бургер Кинге, кушали. Один из наших друзей собрался уезжать к подруге. Он только отстегнул велосипед, к нему подошли три мужика. Снизу махнули корочками и сказали сесть к ним в машину. Он отказался, сказал, что пошли в стаканы. Они сказали, что будет по-другому. Ну, стакан, видимо, это милицейская будка. Тут вылетают сотрудники СОБР, кладут его на землю. Мы вышли из кафе узнать, что произошло. Как из видео видно, нас также положили, немного попинали. Посадили УАЗик лицами вниз, привезли в отдел. Там бросили нас в холле, где также немножко попинали. Привели потом на допрос к сотруднице ЦП. И начали говорить, якобы мы намеревались поджечь бар-мангал. Попытались принудить дать показания друг на друга. Хотя на самом деле мы даже не знаем, где такой бар находится. На видео можно хорошо разглядеть, что СОБРовцы хватают человека, выкручивая руки, валят его на землю. Двое держат, а один дважды бьет ногой. Не просто, чтобы обозначить свое превосходство, а изо всех сил. Пострадавшие от действий полиции намерены подать жалобу в прокуратуру. Я думаю, что все кончится, как кончается всегда. Этих людей, вот этих заплечных дел мастеров, специально обучают для того, чтобы они не боялись ничего, били на отморщу, били невинных людей, хватали кого угодно, на кого укажут пальцем. И для них закона не существует. И мы должны это знать. Беззаконие является основой деятельности всей правоохранительной системы Российской Федерации. Поэтому сотрудничать с ней ни в коем случае невозможно. Никаких показаний, никаких рассказов, никаких свидетельств, ничего не подписывать. Это главный принцип. Ничего не подписывать, ни о чем не говорить. В 51-й сети о Конституции на себя, своих близких, не даю никаких показаний. И ничего не объясняю, и ничем не помогаю. Этой системе ничем нельзя помогать. Но ничем нельзя помогать. Потому что она воспитывает подлецов, и вся сущность ее работы – это подлость. Будни полицаев. Трое сотрудников построльно-постовой службы отдела МВД по Бутырскому району Москвы. Предоставление гражданина подразумеваемого в совершении преступления в сфере оборот наркотиков. Открыто похитили у него денежные средства в сумме 48 тысяч рублей. В настоящее время сержанты полиции, уволенные из органов внутренних дел, понесут наказание, предусмотренное действующим законодательством. А их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Так говорится в официальных сообщениях. Мы-то знаем, что подобные вещи творятся не только в отношении наркоторговцев, но и в отношении обычных людей. Унижение и грабеж – это дело обычное. Обычное. Поэтому желательно не попадаться в лапы полицаев. Полицаи – они и есть полицаи. Предатели и враги своего собственного народа. Мигранты в Новосибирске. Государственная программа Новосибирской области укрепления единства российской нации, «Этнокультурное развитие народов Новосибирской области» на 2015-2020 годы была принята на заседание правительства области. В качестве главной причины принятия такого документа чиновники указывают растущее число трудовых мигрантов. Это может быть впервые. Число трудовых мигрантов обозначается как некая угроза. Наблюдается устойчивая тенденция ежегодного увеличения населения за счет мигрантов. Мигранты с низким уровнем образования, знания русского языка, общероссийских социально-культурных ценностей, правила общественного поведения порождают мигрантофобию. В свою очередь, мигрантофобия приводит к обострению этнического экстремизма, говорится в документе. Видите, здесь такой разворотец. Оказывается, экстремистами становится население, когда сюда приезжают мигранты. И претензии почему-то в меньшей степени к мигрантам, а больше к коренному населению. Это вот общее место. Но здесь немножко смягчили, переставили местами причину следствия. Как это обычно делает, все переворачивается наоборот. Здесь несколько разумнее. Статистика показывает, что представителей четырех наиболее многочисленных народов в Новосибирской области стало меньше. Русских на 138 тысяч человек, немцев на 16 тысяч человек, украинцев на 11 тысяч человек, татар на 3 тысячи человек. Одновременно растет число узбеков, которые заняли пятое место по численности среди этнической общности. 12 тысяч человек, в 2002 году 2 тысячи человек. Таджиков 10 тысяч человек, в 2002 году 2 тысячи. Киргизов 6,5 тысяч человек, в 2002 году 1,5 тысячи. Выросла и численность выходцев с Кавказа. 9,5 тысяч армян, в 2002 году 7,8 тысяч. 8 тысяч азербайджанцев, в 2002 году 7 тысяч. То есть идет рост инороческого населения. Инороческий пресс на русское коренное население, на славян. Поток иммигрантов в исследуемые районы и города на Сибирской области за последние три года заметно увеличился. В особенности в городские округа. По национальному составу это в основном представители стран Средней Азии, Кавказа, а также китайцы. Эта картина повсеместная. Повсеместные мигранты вытесняют коренное население, инороческие вытесняют славян. Русских, славян становится все меньше и меньше. Для них условия и межнациональная конфликтность, которая порождается вот этими переселенцами. Конечно же, на совести той власти, которая нынешнюю миграционную политику проводит в порядке замещения коренных народов России некоренными, иными народами, которыми они и хотят править, как рабами. А те согласны быть рабами. Мы вот нет, поэтому нас и прессуют. Об этом свидетельствует демографическая катастрофа, которая никуда не исчезла, вопреки сообщениям, которые в течение многих лет поступали от властных кругов. За январь-марк 2015 года зафиксирован более чем двукратный рост темпов и вымираний населения России. Чистая убыль граждан России выросла до 52 тысяч человек по сравнению с 25 тысячами годом ранее. По подсчетам, на тысячу граждан России, естественно, убыль увеличилась с 0,7 до 1,5 человек. Но это не полтора землекопа, естественно, это на тысячу человек полтора. Полторы смерти учитывается, то есть на 2 тысячи человек 3 человека умирают в течение года. Подобных темпов вымираний населения не наблюдалось более трех лет. Об этом удручающем в результате своей деятельности глава правительства предпочел не сообщать во время отчета в Госдуме. Гордиться депопуляцией и вымиранием России циничная и запредельно даже для реформаторов гайдаровского толка. Количество рожденных детей сократилось на 0,8% за тот же период, январь-марк 2015 года. Тогда как количество умерших выросло почти на 5%. Стоит отметить, что снижение рождаемости наблюдается в подавляющем большинстве субъектов Российской Федерации. В 53 регионах рождаемость упала по сравнению с 2014 годом. Притом в 74 субъектах Федерации наблюдается рост смертности. Количество рожденных выросло с 9,8 человек в 2000 году до 14,5 человек в 2013 году и 13,3 человек в 2014 году. Однако смертность по-прежнему находится на критически высоких отметках, характерных для слаборазвитых стран Третьего мира и банановых республик. В расчете на тысячу выраженных Российской Федерации смертность снизилась с 18,4 человек в 2000 году до 14,5 в 2013 и 13,8 в 2014 году. Не находится она на непозволительно высоком уровне. Россия входит в первую десятку стран мира по показателю смертности. Что касается рождаемости, это можно записать в какой-то плюс действующему режиму, но на самом деле эта рождаемость вся не за счет русских. Русские продолжают стремительно вымирать, как и многие другие коренные народы, которые этого вообще не замечают. Русские тоже в обыденном сознании никак не принимают тот момент, что мы находимся в состоянии демографической катастрофы. Ну и другие народы считают, что это норма, норма жизни. Один ребенок в семье, это норма жизни. И когда молодая семья заводит ребенка, тут же погружаясь в нищету, это все в порядке вещей. Видимо, в порядке вещей для народа, который решил покончить с собой. Мы находимся на десятом месте в мире в компании таких передовых социально-экономических государств, как Сомали, Свозелен, где коэффициент смертности достигает 13,9 и 13,75 человек на тысячу населения. И лишь немного уступаем Центрально-Африканской республике Афганистан, Гвинеи Бесау, Чаду, Лесота и находящейся в агонии и полураспада гражданской войны в Украине. Радости, конечно, немного ни в той компании, в которой мы находимся, ни от того, что мы на том же уровне, что и Украина. В России весьма посредственная и скромная по мировым меркам ситуация с рождаемостью компенсируется крайне высокой смертностью на уровне африканских стран с неконтролируемым наплывом низкоквалифицированной рабочей силой Средней Азии и крайне низкокачественной медициной, которая на протяжении 15 лет активно переводится на так называемые рыночные рельсы, превращаясь в недоступную роскошь для подавляющей части населения страны. Порядка 75% граждан России, чьи ежемесячные доходы не дотягивают до среднего уровня по стране 32 тысячи рублей, практически не в силах позволить себе качественное здравоохранение, профилактические мероприятия и медикаментозное лечение. Даже в благополучной Москве половина населения не ходит даже в государственные поликлиники не потому, что не хочет лечиться, а потому, что нет медицины. Она умерла, она исчезла. Бессмысленно ходить к врачам, которые вас не лечат, которые выписывают вам лекарства, которые вы не можете купить. Бессмысленно. Поэтому половина населения, половина населения Москвы вообще не ходит, даже не приписано к поликлиникам. За период 2008-2014 год, без учета населения Крыма, численность населения России выросла не на 3,4 миллиона человек, как любят хвастаться чиновники, а всего лишь на 1 миллион человек. При этом, по вполне понятным причинам, не учитываются источники роста численности России. Прирост обеспечен за счет резкой интенсификации миграционного потока при сохраняющемся вымирании коренного населения. Согласно официальным оценкам Росстата, за рассматриванный период с 2008 по 2014 год чистая и естественная убыль населения превысила 333 тысячи человек, так как чистый миграционный прирост составил более 1 миллиона 858 тысяч человек. Это позволило обеспечить чистое увеличение населения России примерно на полтора миллиона человек. Один миллион получил гражданство стали гражданами России по паспортам и заметно улучшили статистику Росстата. Разумеется, это скрывается. За период с 2000 по 2014 год численность населения России без отчета населения присоединившегося Крыма и Севастополя сократилась на 2,9 миллиона человек. Но, правда, по моим оценкам, она сократилась примерно на 10 миллионов человек. При этом Росстат отчитался о том, что естественная убыль населения, то есть вымирание, превысило 7 миллионов человек, что эквивалентно 5% совокупного населения Российской Федерации по состоянию на 2000 год. Тогда как чистый миграционный прирост, превышение приехавших на территорию Российской Федерации по сравнению с теми, кто выехал за ее пределы, составил не менее 2,77 миллионов человек. Ну, все-таки здесь вот автор этой аналитики, которую я цитирую, считает, что Росстат дает правильные цифры вымирания примерно на 7,5 миллионов человек России без учета миграционного прироста. Я думаю, что реальное вымирание не меньше 10 миллионов человек, а вымирание, собственно, русского населения еще больше. Оно в общем котле, куда сваливаются все эти цифры, компенсируется ростом численности родившихся у представителей других народов. Получается, что за последние полные 15 лет даже беспрецедентный наплыв мигрантов не позволил властям решить проблему с вымиранием коренного населения России и депопуляцией. Масштабы, естественно, были в 2,7 раза, превысили совокупный миграционный приток из других стран, прежде всего из слаборазвитых и бедных стран Средней Азии. При этом в отчетах Росстата безважно потиралось 1,8 человек. Именно такую величину, естественно, убыль населения России превысил чистый миграционный прирост и официально ученые изменения численности населения России. Имеет место и другой процесс. Подавляющая часть мигрантов из России не уезжает вовсе на территорию России и единовременно находится, по официальным данным, не менее 10-12 миллионов мигрантов. Реально порядка 20-22 миллионов человек. Поэтому у нас и удельная численность родившихся по отношению к численности населения более высокая, потому что неучтенные мигранты тоже продолжают здесь рожать. Вот это для Росстата большой подарок. И для Кремля очень удобные цифры, которыми можно морочить людям голову. Якобы у нас рождаемость повысилась. Да ничего подобного. Просто не учитывают с десяток миллионов въехавших эмигрантов и тех детей, которые у них рождаются, проводят как бы в отношении того населения, которое является коренным или недавно приехавшим. По показателю средней младенческой смертности Россия находится на 160-м месте из 224 возможных, лишь слегка опережая Пуэрто-Рико, Кувейт, Македонию, Ливию, Шри-Ланку. Ежегодно в Российской Федерации из тысячи младенцев умирают 7,1 новорожденных. Мы уступаем даже таким странам, победившего социализма, как Чили, Катар, Кайманово острова, Гуам. Намного больше поводов для оптимизма с точки зрения защиты здоровья рожениц по показателям смертности среди рожающих женщин в России находится на 119-м месте между Шри-Ланкой, Оманом и Украиной. По масштабам финансирования здравоохранения на всех уровнях бюджетной системы в федеральном, региональном, местном Россия находится на 106-м месте из 191-го возможного, которое учитывается статистикой. Государство тратит менее 6,3% ВВП на развитие медицины. По этому показателю мы находимся в весьма примечательной кампании между Монголией, Гвинеей и Бесау, с одной стороны Беркенафасо, Нигерии, Албанией, с другой. Вывод из всего этого простой. Либо эта власть сохранится, либо мы все сдохнем. Не останется от России ничего, пустое место, даже не мокрое, пустое место. И это место будет завеселено другими народами, которые уже миллионами переселяются на нашу территорию, готовы здесь быть пока что рабами, а через пару поколений они будут хозяевами, потому что их будет большинство. К этому нас готовит кремлевская шайка, которая грабит нашу страну и уничтожает наш народ. Либо они, либо мы. Либо их власть, либо русская власть. Редактор субтитров А.Семкин